Во всех городах страны организованы централизованные цеха по пошиву масок. Главный заказчик СК «Формация» – та самая, что входит в структуру АО «Фонд национального благосостояния Самрук Казына». Одним из основных направлений деятельности СК является организация открытых торгов по закупу лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Тогда почему мы до сих пор вынуждены покупать маски по завышенным ценам? Тем более, согласно подпункту 9.2 ст. 9 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, областные акиматы, а также Нур-Султана, Алматы и Шимкента обеспечивают оказание бесплатной медицинской помощи лекарственными средствами и медицинскими изделиями при введении режима чрезвычайного положения. Это относится и к медицинским маскам в том числе. Напомним, о том же говорил и глава государства. Нам нужно сделать таким образом, чтобы буквально на всех основных улицах наших городов мы могли бы бесплатно раздавать маски нашим гражданам. Это буквально очень срочная, оперативная задача, которая стоит перед правительством. Вот только маски, которые изготавливают по заказу СК формации при поддержке акиматов, продают, причем по более чем завышенным ценам. Стоимость одной доходит до 300 тенге. Вполне логичный вопрос, а где же тогда те самые бесплатные маски? Лучше, чем кто-либо на этот вопрос ответил сам президент. У нас нет в достаточном объеме, в достаточном количестве масок. Хотя на бумаге вроде бы их достаточно, вы мне докладывали. А с другой стороны, люди жалуются на то, что в аптеках по-прежнему дефицит этих масок. Почему? Я думаю, что это спекуляция. Тем временем активизировались мелкие производители масок. Шьют на дому ничуть не хуже тех, что изготовлены по заказу формации. Вот только полицейские таких предпринимателей выявляют и штрафуют за незаконную деятельность. В статье 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан дано четкое определение явлению под названием предпринимательство. Предпринимательство, то есть инициативная деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы собственности, направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на товары, работы и услуги, основанная на частной собственности, частное предпринимательство, либо на праве хозяйственного ведения государственного предприятия, государственное предпринимательство. Что собственно и происходит в условиях высочайшего спроса. Люди шьют маски на продажу. А в статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан дается четкое определение тому, что такое незаконное предпринимательство. С таким же успехом, видимо, можно бороться с бабушками, продающими на улицах цветы собственных садовых участков. Вряд ли у них есть свидетельство индивидуального предпринимательства. К слову, в той же статье Уголовного кодекса отмечается, незаконное предпринимательство – это деятельность, которая причинила крупный ущерб гражданину, организации или государству. В таком случае, кому именно причиняют ущерб кустарные изготовители масок. А может просто гиганту в лице СК-формации невыгодно иметь мелких конкурентов? Ведь известно, что здоровая конкуренция рано или поздно приведет к снижению стоимости на товар. Тогда придется еще раз напомнить Акиматам и дочке Фонда национального благосостояния. Маски, согласно Кодексу о здоровье, в условиях ЧП они должны предоставить бесплатно. Или кто-то не согласен со словами президента? Бесплатно раздавать маску. 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 Бесплатно раздавать маску.